И таки знаете, что они здесь написали? Просто беги, причина не требуется. Я искренне рад, у нас впервые на обзоре Nike. Модель абсолютно новая. Мы ее сравнили с предыдущей версией тут. Сделали анпакинг и дали мои первые эмоции о ней. Сами Nike классифицирует эту модель как Road to Trail. Это когда вам и к трейлу комфортно бежать, и по трейлу комфортно бежать. На асфальт выбежали, все кайфовенько. Добежали до леса, в нем тоже как кайфовенько. И все мои дальнейшие плюсы будут как раз таки про то, что это трейловая, тренировочная, универсальная модель. И первый плюс, вес меньше 300 граммов сделали в четвертой версии. Это значительное уменьшение по отношению к третьей версии. Где-то вам было 330-340, что такое. Поэтому первый плюс, значительное уменьшение веса. Система Flywire мне закатила. Я ее впервые встретил именно в этой модели. Что-то похожее было в эндорфинах вторых. И в пумах система OptiFit. Однако, в отличие от конкурентов, Nike сделали эту систему на протяжении всей боковой части. И она как раз таки фиксирует более добротно, нежели в тех же пумах. Эту бы систему в те же Ring Country, где тоже пытались максимально облегчить вверх, закатили бы они мне побольше. Мне здесь также понравилась подметка, ну и сцепление, которое она предоставляет. Они сделали ее секционной, разделили на части, за счет чего вся подошва стала более гибкой. Это хорошо как раз таки для тренировочной модели. Сама подметка нужной плотности. То есть она будет и достаточно мягкая, и достаточно плотная. Мягкая значит цепляется хорошо. И износостойкость у нее на уровне. Кроссовка на самом деле больше 50 километров. Я нигде не вижу хоть какого-то износа. Поэтому отдельно хочу отметить подметку и ее сцепление. А еще здесь действительно самая удобная петля для надевания, которая вообще была у меня на обзоре. Очень много брендов делают это будто бы, ну, чтобы было. Те же Asics Venture, ну, вот как раз таки отличный пример для того, чтобы вот у нас она есть. Здесь все очень эффективно и добротно пришито. Ноги залетают вовнутрь. Трейловый комфорт в этих кроссовках реализован на 100%. В них действительно хочется пробежать очень далеко. Бежишь себе, чилишь, вот будто бы две лодочки Абу, и в них плывешь по этой гравийчике. Поэтому трейловый комфорт реализован в четвертой версии на ура. В целом, сама философия Road to Trail здесь реализована на 100%. Мне она очень понравилась. Из подъезда выбежал, по асфальту пробежал, в лесу комфортно, везде все классно. Есть компании, которые делают различные технологии для того, чтобы продать, чтобы был маркетинг. А здесь как раз таки, что написали, то и реализовали. От кого не ожидал, так это от Nike, компании мирового уровня, а шнурки, что развязываются. Я понимаю, что можно завязать, изощриться и так далее и тому подобное. Снимем про это ролик. Но я покупаю кроссовки у нас точно дорогие. Я хочу просто завязать бантик и побежать. Поэтому, пожалуйста, реализуйте материалы шнурков, которые не развязываются. Также мне не хватило в лесу отзывчивости межподошвы. И это исключительно потому, что основной трейл в наших широтах, это, естественно, мягкое покрытие в лесу. Вот на гравийке, окей, возможно, в каких-то скалистых вершинах, в других странах тоже будет классно. Но в лесу отзывчивости мне было мало. Возможно, скажете, что доколупливаюсь, но Pegasus Trail 4 это слишком громкое название для этой кроссовки. Это универсальная кроссовка. Вот как раз таки Road to Trail, RTT 4 назвали бы, да? Но для трейла слишком нежные материалы. Вот, к примеру, я вообще не представляю, как первая пробежка по лесу, и вот здесь были большие затяжки внутренней сетки. Как такое получилось? Не знаю. В этой же пробежке, вот прямо в этой же, в подметке, вернее, в пене, которая между подметкой, я сделал дырку. Если мы говорим про какой-то серьезный трейл, это не про эту кроссовку. Потому что эта кроссовка как раз таки про чил по пересеченной местности. Что-то такое. Как обычно, уже в конце, мой личный минус. И мне кажется, по сравнению с третьей версией, они ухудшили дизайн. И со мной солидарны многие подписчики, вот в анпакинге про это все сказали. Потому что в третий был прям вот хочется надеть его и влез, 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 там стремительный дизайн такой классный. Здесь же все более лаконично, все выверено. Но на самом деле они не просто так это сделали. Я сполирну, я это объясню чуть попозже. Еще один минус мы обнаружили после того, как сняли ролик. Мы увидели на монтаже, что моя нога немного заваливается вовнутрь. Я изначально это чувствовал. Однако думал, что это потому, что сама колодка мне не подошла. Она была для меня широковата спереди. Однако я дальше отдал эти кроссовки Андрею и он подтвердил, что когда спокойно и без каких-либо усилий ставишь стопу, такое ощущение, что изнутри колодки недостаточно поддержки и стопа немного заваливает. Короче, вот ставлю ногу и она у меня уходит влево в этих кроссовках. То есть мне, чтобы стоять ровно, я стою на правой стороне больше. А вот если расслабляют, она у меня вот влево уходит. То есть как будто здесь поддержки нет. И также, кстати, у Андрея очень быстро появился какой-то брачок. И это у Найки. У него отклеилась часть подметки. И он при этом в них не бегал, просто ходил. Назову общие особенности, которые важны при покупке. В первую очередь здесь стоит хорошая пена React, которая достаточно упругая на твердых поверхностях. Также здесь хорошая вентиляция. Вот даже сейчас 22-27 градусов и в них комфортно бегать. Учитывайте, что особо быстрые старты и особенно маневренные старты, вы в них не побегаете. Это тренировочная модель для прямых дистанций по лесу. Если будете использовать повседневки, то сетка. Она средней маркости. Цвет красивый, модный, стильно молодежный. Проветриваемость здесь такая добротная. 25 градусов я ходил, было классно. Чуть-чуть жарче, ну все, нога уже прела. Ну и также, нет да нет, иногда шарканешь ногой. Это потому, что все-таки трейловая подметка. Учитывайте это, если будете носить их каждый день. Соответствую размеру, здесь соответствует размеру. Но учитывайте такой интересный факт. Смотрите, здесь хорошая для моей узкой пятки фиксация задним стаканом. Однако спереди мне места было даже много. То есть, эта кроссовка будет подходить для людей с широкой лапой. Сравнение с конкурентами, в которых мне довелось бягать. И первое, что приходит на ум, это HOKA ATR 6. Там прям та же философия. Там тот же самый вес, тот же комфорт. Вот прям, ну очень похожи. Но трейловые характеристики, а именно вот сцепление, мне у Nike зашли, ну, больше. Хотя излишняя ватность в лесу, минус для обеих пар. Также я упомяну Зиналы. Они легче и больше будут, возможно, для каких-то скоростных, для маневренных стартов. Однако фиксации мне там тоже не хватало. Вот туда бы вот эту систему Flywire засунуть, и вот Зиналы были бы... Также хочу упомянуть Puma Voyage Nitro. Однако чуть повыше в них трейловые характеристики. И они, конечно, менее универсальные. И то же самое касается с PIGOTA в четвертых. Они, конечно, тоже менее универсальные. Там больше трейловые характеристики. Я брал, кстати, не так давно еще пятую версию. Там вообще дубовая подметка. Но они и тяжелее. И при этом они будут, наверное, больше схожи с третьими трейлами, чем с этими четвертыми. Портрет покупателя трейлов четвертых. Кошелек. В первую очередь, скорее всего, у нас они будут стоить очень даже немало. Но в 140 долларов их оценивают официалы. И для такой кроссовки это отличный ценник. Стаж. Эта кроссовка подойдет и новичку, и средней подготовленности бегуну. Целевое использование. Легкий трейл. Универсальные. Дистанции. Любые. Реально, ну вот очень комфортны в трейловом беге тапки. Где? Одна из первых пар, о которой я могу сказать вот прям так. Везде. И температура. Вот от нуля до 25, даже, наверное, до 30. В них комфортно. Больше и меньше, конечно, уже будет не так классно. Что бы я хотел увидеть в Nike Trail 5? В первую очередь, я бы хотел увидеть стремительность и агрессивность дизайна, который был в предыдущей версии, в третьей. Но при этом характеристики взяли бы и оставили, которые сейчас реализовали, в четвертой версии. Также, ребят, ну сделайте что-нибудь со шнурками. Это очень просто. Пускай они не развязываются. И здесь, конечно, такой, возможно, волшебный пункт. Но я бы хотел большую отзывчивость на мягких поверхностях в пятой версии. В итоге они сделали действительно хорошие изменения в четвертой версии. Да, ухудшили дизайн. Но они сделали эту кроссовку более взрослой, с лучшими характеристиками. Вот действительно, вот этот наливной передний резиновый тяжелый бампер. Для чего он был? Он не нужен ей. И они облегчили ее для этого. Вот отличную характеристику дал мой один беговой знакомый этой кроссовки. Это гравл. То есть это тот велосипед, на котором тебе комфортно ездить везде. Это отличная характеристика этой кроссовки. Поэтому она подойдет для неспешного трейл-райнинга и для новичка. И для того, кто уже бегает достаточно длительные и кайфовые свои такие лесные пробежки. А меня ждут новые модели от Nike. Угадывайте, что за черные демоны стоят у меня за спиной. Активничайте. А я побежал тренить и делаю для вас новые обзоры. До встречи в беге. Субтитры сделал DimaTorzok